И родственницы боевиков Вагнера пишут петицию Путина, видеть Путину, что их обижают родственниц тех, кто в Вагнере погиб. А также собралась толпа дам, у которых мужья на войне, и тоже они говорят, что они будут на машинах вешать плакаты, будут одиночные пикеты проводить. То есть они пошли следом за этими сердечниками, но говорят Путину, что если вернешь мужей наших, то все, мы сразу заткнемся. Видите, как здорово. А если мужей не вернешь, то по 7 миллионов верни, и они тоже заткнутся. На полигоне под Рязани произошел взрыв на занятиях по огневой подготовке. Да, взрывное устройство само собой сработало. Обратите внимание, в последнее время взрывные устройства срабатывают сами собой. И снаряды сами собой в кладах взрываются. Это очень симптоматично. В Донецке погибли 26 путинских военных во время массированного обстрела. Это вот не те, которые моряки. Там непонятно. Возле нефтебаз какой-то дурак устроил временное расположение бойцов, которые буквально позавчера прибыли в Донецк. Ну и там их всех, ну, может быть, это и к лучшему, чтобы особо никого не убили, да и там так бы инвалидами остались, а так и хлоп, и все. И по 7 или по сколько там миллионов платят. В семью. В семью, как покойный Крохин говорил. В семью. Бойцы Ахмат. Вот это гениально. Это просто, видите, вот вы, это просто песня. Глава Чечни Кадыров похвалил Ахмат за взрыв вышки связи в Белгородской области. То есть я рот открыл от удивления, когда прочитал. Бойцы Ахмата, оказывается, взорвали вышку связи в Белгородской области, херанув у нее из гранатомета. Знаете, для чего они это сделали? Там написано, лишили противника связи, поразив точным залпом вышку или транслятора в Белгородской области. Это написал Рамзан Кадыров. А где находится Белгородская область? В России. А может быть, Украина зашла, украинские войска? Нет. Вся территория Белгородской области находится в руках российской армии. Это оперативный тыл. В оперативном тылу находятся бойцы Рамзана Кадырова, которые, похоже, либо приняли наркотики, либо напились какого-то алкоголя. Ну, может взяться, они же правоверные мусульмане. Поэтому я помню самого правоверного, видел, как на бабушкином взвозе еще в Саратове идет в жопу пьяный человек, который еле-еле цепляется там за чье-то, за воздух. И у него здесь и на спине написано «Мусульманин». Вот это меня потрясло. Вот, наверное, подобные ребята чего-то облопались какого-то говна, выстрелили вышку из гранатомета. А потом «А что делать? Вышку-то снесли». А это чтобы украинцы не воспользовались. Молодцы. Это позволило нашим бойцам быстро перехватить инициативу и быстро уничтожить противника. Какого противника? Какую инициативу? Почему вышка на российской территории, условно российских билайнов, МТС и прочих действовала в интересах противника, но не в интересах кадыровских? Я говорю, и самое главное, никто вообще не поднимает этот вопрос. То есть, ну, взорвали вышку и взорвали, все нормально. Не, ну, понятно, те, кому принадлежит эта вышка, они точно залупаться не будут, скажут, кадыровцы там разберутся. Также кадыров поблагодарил командиров Аудинова и Агуева за грамотную организацию спецопераций, которые позволили решить боевые задачи без потери личного состава. То есть, потери у них нет. Почему? Они в оперативном тылу бухают, стреляют из гранатометов, в вышки какую-то бабу выселили из дома, там зависают, да. И все у них классно, да. Потерь нет, и при этом они там все орденоносцы и молодцы. И это просто жесть. Зачем выселили вместе с бабой зависать? Не, ну, одну-то выселили, она там ходит, ругается, что ее из дома. А там зависают с местными, это ни для кого не секрет. В Подмосковье более 350 получивших паспорт России мигрантов забрали в армию. Видите, как здорово. То есть, получают гражданство и тут же их отправляют в армию. И вот оказалось, что Путин воюет не пальцами. Я вам вчера сказал, что там жители Непала приехали, шесть человек погибло, один в плену, они там за деньги воюют на стороне Путина. Не все так просто. Вообще просто невероятная вещь оказалась. В Непале сейчас задержали огромное количество вербовщиков, которые вербовали на войну в Украину. Причем, я так понимаю, некоторых в темную вербовали, судя по всему. То есть, нужно было заплатить 9 тысяч долларов за то, чтобы уехать воевать в Украину. На стороне Путина. Вопрос такой, а как это компенсируется? Если там зарплату платят 200 тысяч рублей, это надо заплатить 9 тысяч долларов. Кто же за них платил? Кроме всего прочего, как я понимаю, некоторых просто развели. И таких там, наверное, безумное количество. Потому что там... Так, так, сколько там задержали? Так. Я так понимаю, достаточно большую группу задержали. Вот здесь нет. А я читал, что там обыски, задержания проводятся. Там десятки людей задержали. Что, десятки людей трудились, что, к шестерых, что ли, отправить? Нет. Я думаю, что там все совсем по-другому. И я думаю, что не только в Непале это происходит. И во многих других странах просто это пока не вылезло. Ну, самый простой способ, да? То есть, вербовать куда угодно на работу на химкомбинат, в сельское хозяйство. Вообще без проблем. Он же по-русски не бельмеса, да? Его привезли в Россию, привезли к ментам. Они ему выписали паспорт, его поздравили. Говорят, а теперь надо идти на воинский учет вставать. Он приходит и встает на воинский учет. Он говорит, ты здесь распишись, здесь распишись. Все. Его подвелые руки в автобус и поехал на войну. Везде расписался. Это просто чертовый гений. Я так могу сказать. Это вообще просто жесть, что происходит. Очень смешной. Вот пишут, что также воюют из Ирака, Замбии, люди из Таджикистана. Ну, что из Таджикистана мы знаем. А, 12 граждан страны задержали. Ну, вот представьте, сколько. 12 граждан страны шестерых, что ли, отправили? Я думаю, что несколько сот отправили. Да. И вот посол Непала в России заявил, что около 200 граждан его страны сражаются за Россию. Я думаю, что там еще больше. Просто он не всех знает. И вот, представляете, Путин со всех сторон тащит на войну, платит бешеные деньги. Да. То есть, какую-то армию собирает. Украли огромное количество всякого рода олигархи. Они вывезли за бугор. А все проще был притяг власти, по рукам стукнуть всем этим олигархам. Не устраивать никаких войн, а и стратить деньги на то, чтобы создать медицину, образование, накормить народ. Даже сам бы один Путин украл. Даже с Сечиным, с Миллером, там, с своими дружками, с Ротенбергами. Ну вот, а эту массу откинул бы всех, так, всех, которые все разворовали. Не устраивал бы войну, хватило бы денег на все. Россия очень богата. Вот удивительный идиот. Просто вообще. Сказочный. В Московской области рекламный плакат предлагает 600 тысяч добровольную часть ВСО. Да, 600 тысяч. А 9 тысяч долларов, которые надо заплатить, это все-таки не 600 тысяч. На сегодняшний день это 800 тысяч с лишним. Непальцам сказали, что они поедут воевать с фашином. Да им вообще можно было говорить все, что угодно. Они все по-русски не понимают. Им на их языке сказали, что они поедут, может работать все-нибудь там. Я сейчас на почтальонами. Да что хочешь. Они приехали, вот нужно для этого гражданство получить. Ну, все получили. Вот нужно в военкомат съездить. Все съездили, а дальше уже похер, дальше на войну. Что угодно. Вот представьте, у него русский паспорт, да, и в военкомате он все бумажки подписал. Да ты что хочешь, говори, все, уедешь и будешь воевать. Вячеслав Путин с Сечиным уже рейстанька брали. Ну, с Шойгу, не с Сечиным, но понятно. Непальцев отправили 5000. Непал теперь просит, чтобы их мальчиков вернули назад, потому что в Украине страшно. Путин мелкий злодей, пытавшийся творить большое зло. Да, Андрей, так и есть. Это афоризм. Это афоризм сегодняшнего дня. Безусловно. 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 Продолжение следует...